всем привет дорогие друзья сегодня мы поговорим про барабанную установку steven's late drums 5 на самом деле мне понадобилось очень много времени чтобы разобрать этот барабанный модуль посмотреть для каких задач его можно использовать и сегодня я с вами поделюсь моим мнением считаю его лучшим и для чего его можно использовать для начала хочу сказать так что superior drummer 3 для меня является топовой барабанной установкой даже есть есть ssd 5 так что superior drummer по своей функциональности и по удобстве является для меня более крутым чем данная барабанная установка но тут есть тоже свои плюсы давайте рассмотрим в каких планах его и можно использовать и для каких задач в данный момент существует акция я не знаю сколько это может длиться но за 100 долларов можно купить всю барабанную комплектацию а также для тех ребят которые хотят потестить на сайте официальных steven's late drums есть steven's late drums free версия бесплатная версия здесь предлагается вам два делюкс кита бесплатных просто неограниченное количество времени вы можете их скачать использовать своих проектах и посмотреть как все это звучит а мы перейдем уже к разбору данной барабанной модели на самом деле немного изменилось по интерфейсу интерфейс таким как был в 4 версии так и выглядит в 5 версии хочется подчеркивать то что на самом деле я бы хотел здесь видеть более мануальный интерфейс например встроенные плагины обработка для бочки с нара и так далее но этого не произошло это обычный сэмплер то что ограничивает и то что для меня superior drummer делает намного универсальным и крутым чем ssd 5 но тут есть тоже свои плюсы во-первых сэмплы steven's late может делать классные сэмплы он делает классные барабанные сэмплы но эти сэмплы поточены под именно конкретную задачу что это значит это значит что если вы загрузили рок вы должны использовать его в рок звучание здесь выбирается тип пресетов классические пресеты deluxe 1 коллекция deluxe 2 коллекция они специально для ssd 5 записывали новые звуки потом здесь располагается блок инструментов то есть мы загрузили какой-то kit например вот all american да и нам не нравится снэр мы заходим инструменты мы заходим блок снэров слушаем наши снэры то есть здесь можно взять и просто заменить снэр который нам нравится ну например вот так либо например нам не нравится высокочастотные хай-хэты которые в нашем треке используются заменяем хай-хэты то есть таким образом можно сделать кастомизацию данных китов то что является тоже большим плюсом на мой взгляд дальше снизу находится эдитер инструментов что это значит в данном блоке мы можем редактировать наши инструменты смотрите это наш снэр снэр располагается из двух слоев первый слой это сухой микрофонный звук второй слой это рум его можно сделать потише погромче а также можно его вообще отключить здесь располагаются органы управления громкостью здесь можно заниматься тюнингом вращение фазы здесь можно различными уровнями настраивать другие артикуляции поправить динамику чувствительность существует строй на dsr с помощью которого можно управлять атакой дикеями сустейном следующий блок у нас блок микшера где предлагается уже многоканальный микшер кстати микшер можно мульти аутпутном режиме программировать для этого нужно открыть мульти аутпут инструмент и просто каждый выход музыкального инструмента например бочку отправить на первый выход снэр отправить на второй выход третий четвертый таким образом у вас будет индивидуальный подход каждому инструменту и каждые выхода будут у вас отдельно выходить следующий блок это блок маппинга что такое маппинг маппинг это специальный блок где располагается миди кодировка самих сэмплов например нота до это бочка но существуют барабанные триггеры и прочие элементы в которых нота до например является не бочкой а например является например снэром и так далее ну представим да для таких задач существует изменение маппинга либо загрузка своих маппинга нажимая на эту кнопку мы видим какие-то готовые решения например для олесиса бфди драмера изи драмера студио драмера суперер драмера то есть по раскладу здесь можно сделать так как в суперер драмере и так далее дальше двигаемся следующий блок это миди грувы миди грувы это самая интересная часть здесь взяли просто барабанщика подключили триггер барабанщик сыграл и все эти миди партии без определенного квантайса использовали уже в проекте вы выбираете нужный грув нажимаете play например вам нравится этот грув берете перетаскиваете в проект добавляете сюда и в принципе вы имеете уже готовую сыгранную партию от самого барабанщика эти партии от ваших партий отличается тем что они не четко сквантированы и соответственно вы можете получить некий такой свинг барабанной игры как вы видите он чуть-чуть по сетке отстоит и квантировать не нельзя потому что это некий живой характер звучания то есть нельзя вот выделить все и нажать на кнопку квантайс нужно оставить его в таком порядке чтобы эффект живости сохранился в этих миди партиях существует джаз-лайбри поп-лайбри рмб рок-сол и так далее каждый имеет свою субкатегорию и так как здесь еще это миди то можно их настраивать под любой темп здесь можно активировать автовоспроизведение play stop можно создать петлю сделать тем два раза медленнее например у нас вот такой грунт можем замедлить два раза либо сделать два раза быстрее и в конце находится у нас блок сеттингсов настройки где можно уже заходить настройки самого прибора например здесь указать библиотеку указать лицензию и так далее superior drummer 5 требует лицензию на айлок соответственно если вы захотите его заактивировать вы должны иметь ввиду что данный барабанный комплект имеет айлок авторизацию но к счастью скажу так что superior drummer из себя представляет один ключ но на установке три компьютера то есть если вы купили данную лицензию для айлока то соответственно вы можете их активировать на трех разных айлоках с одного тоже аккаунта то что на мой взгляд тоже является неким плюсом подводя некие итоги можно сказать что superior drummer 5 является классным сэмплером но ограниченным в нем нету компрессоров эквалайзеров в нем нету мануального управления самих сэмплов соответственно это не позволяет получить тот звук который нужен в этом случае приходится все это мульти аутпутом вывести вызвать сторонние компрессоры эквалайзеры плагины для того чтобы это скорректировать это является лишняя трата времени например случае superior drummer 3 когда у нас был стрим я показывал что там существует стройные эффекты обработки начинать с сатураторов заканчивая ревербераторами которые позволяют уже в начинке самого плагина получить офигенный звук ну что ж друзья на этом все не забываем подписываться на наш канал и наш инстаграм в котором мне очень часто выходят промо ролики где я делаю время от времени короткие лайв стримы рассказываю про новинки все что у меня происходит бэкстейджом вы можете увидеть здесь а мы в скором времени увидимся и поговорим про новые темы всем пока пока друзья